МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами по-прежнему Каспер, и с нами сейчас будет еще и Инмейд. И мы начинаем смотреть решающую игру, которая определит, кто же выйдет в Virtus.pro и Empire, или же Virtus.pro и RockSkiss, потому что Virtus.pro уже вне зоны поражения. Роман, ты всегда звонишь ровно в середине офигенной песни. Ну, вот такой вот я плохой. Хреновый ты. И официально заявляю, пока начало стрима, что сам-то мудлан. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Слушай, тут вот подсчитал один товарищ, что Empire должны победить быстрее, чем за 62 минуты 39 секунд. Красавчик. Если Empire проиграют, они вылетают. Если Empire выигрывают дольше, чем за 62 минуты, то тоже вылетают. Они тоже вылетают. Но я поставил на них, поэтому будем надеяться, что они выиграют. И вот у них уже есть бетрайдеры, это победа. Закругляемся. Две мои шмотки. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, сейчас посмотрим. Расходимся. Да есть опять кого-нибудь. На икса возьмут, опять там вафлить будет 20 минут. Так, ну вот тут он вроде как подсчитал, но спрашивает, правильно или неправильно. Но вообще, по сути, он прав. То есть Empire должны выиграть за очень долгий промежуток времени, потому что Virtus.pro и Rocks у них 15-минутная игра. Так что... А все потому, что NS кто? NS. Именно. Vampire, как он тут написано. Да, ну в общем... Поговори со мной. Что? Что? Вообще, как твои дела? Да, шикардос. Как ты сегодня день провел? Еще лучше. Я сегодня пришел на пары. Ты на пары ходишь? Слабак. Бывает. Так вот, достал свою лабораторную работу, сдал ее. Достал вторую, сдал ее. Достал третью, которую мы еще не проходили. Я сдал ее. Ты вообще жесткий, что ли? Да-да-да. Потом я сказал препод. Я ее сдал, я валю. Сваливаю домой. Потом сваливаю еще куда-то, потому что у меня сегодня вроде как официальный выходной. Но потом мне пишет Matrix, что типа надо ворваться. А на мобилу позвоните, у вас не хватило. Мозгов. Ну, как бы, чувак, ты в другой стране, если что. Ну, так сбрасываешь, и я подбегаю к кампу. Мне просто жалко денег, даже на сброс. Батарею садить на тебя, ты что? Да, на тебя. Так, ладно. Что у нас по игре? Смотри, вот котел, квопат. Вроде как все обычно. А я тебе доверял. Какой, да, я оказался коварный. Никс Ассасин, Лайфстиллер. И кто же еще будет третий? ШД, ТХД. Кстати, да, ШДу Димона еще нету. Мне тоже кажется, что его заберут. Да, в общем, подтвердил там у нас кто-то из товарищей, что вроде как, правда, 62 минуты 39 секунд. И в часть подтвердили, что ты, правда, Мудлан. Ну, это же другая тема для другого разговора. Ну, я не знаю, что из этого важнее на самом деле. Реально не знаю. Но это все зависит от того, за кого вы болеете. Если вы болеете за Virtus.pro или Empire или Rocks, то вам важнее первая информация. Если вы болеете за то, что я не Мудлан, то тогда для вас важнее другая информация. Или то, что Мудлан. Да, или то, что я Мудлан. Вообще, если Каспер не Мудлан, подписывайтесь на мой твиттер. Да, то есть, ты сейчас просто решил заобузить, да? Я боюсь, что у тебя ничего не получится, потому что народ решит, что... Ну, если получится, я наконец-то наберу тысячу человек. А сколько у тебя там сейчас? 780. Так. Короче, делаю сотку за три дня. Так, а у меня 8277. Ну и где ты теперь? Ты, кстати, вот видишь, что Дред написал? Беда, в первой игре забыл вообще про таймрейтинг. Может сыграть злую шутку, этот Рейдж Кит. Он реально может сыграть с ними злую шутку. Таки дела. Дизбант. Нет, ты понимаешь, но дизбант не дизбант, а то, что они могли там еще минут 15-20 точно бодаться, минимум. А теперь дизбант. А теперь, да, не дизбант. Ну, в общем... Так, развернуть, и никто не отвечает на пост Дреда. Никто. В смысле, а на что на него отвечать? Вот так все понятно, понимаешь? Слова сочувствия, там, что ли, там, лошара. Ну, да, вот я хотел ему скинуть фотографию, там, где вот эти два чувака. Да, да, сударь бы не очень. Да, сударь бы не очень. Ну, что там у нас? Нас забанят для Варлока. А, кстати, уже не первый раз банят Варлока в этой... Не в этой игре, а в смысле за сегодняшний день. Уже реально не первый раз банят Варлока. И Фурион тоже в бане. Слушай, вообще... Были времена, когда на Сикапе вот абсолютно все играли. ДС плюс Варлок. Все такие думают, типа, что это за херня, что это за херня. А теперь 2-2 Варлок в первой, там, или второй стадии банов. Не, ну Варлок хороший герой. Вот ничего не скажешь. Да он как на Икс. Тоже умеет в крипов залазить. Тоже опциональный и легко контриться. Ну, тоже правда. Зато если зайдет, то зайдет. И пока я здесь, это лучше, чем Клок. Я уже сегодня вспоминал, да, когда кто-то там пикал Клокверка. Ты его винрейт вообще видел? Сколько там? Ноль. Меньше, чем у этого? Ноль. У Тускара? Ну, кстати, нет. На самом деле, на этой бафе на меньше винрейт, то бруды. Да ладно, у меня на бруде реально, ну, один из самых больших винрейтов. Да нет, у меня тоже большой винрейт, но... Вот открываем героев, открываем их винрейт. Кто там в самой бездне? Да, и вот на дне. Варлок на первом, кстати. В пабах. Варлок просто на первом. Зевс на втором. Ладно, в последнем брудмастер меньше 40%. 39 и 22. О мой бог. 39 процентов. То есть, две из трех игр она реально сливает. Ну, потому что, я так понимаю, у нас супер брудмазер играют. В пабах. Ну, не исключено, да, на втором. С конца морфинг, потом мипа, потом антимаг. Такие дела. Мипа, антимаг. Нормально. Такие разноплановые герои. Джакира, Шадоу Демон. Все как это. Батька учил. Так, Джакира. Да, ты угадал с Джакирой. Шадоу Демона, в принципе, угадал. Потому что он в другой команде сейчас находится. Интересные баны от Эмпайр. Вот, очень интересный. Варлок, Инча, Фурион. Клац. Причем они так достаточно быстро банили, насколько я помню. Сейчас еще брумастера возьмут. Эмпайр. Так, в общем, друзья, если вы только подключились, еще раз напомню, что если Эмпайр проигрывает, они вылетают с турнира. Если они выигрывают медленнее, чем за 62, там, с половиной минуты, то они тоже проигрывают. Я прочитал Габлака, как лоха просто. Сказал брумастер. Брумастер. Ты знал все это просто. Я просто его издалека обведил на Техлапсе, и теперь я все про него знаю. Тебе сказали, что от тебя отписались из-за того, что ты хейтер ВП и Энесса. Я? Да, да, да. Я слова плохого не сказал. Написал много, но слова не сказал. Ну да, да. Так, ну что у нас? Пошли, посмотрим, кто на ком у нас играет. Кси, Баунти Хантер, Крэйзи в миди пак, Смайл на Никсе. Вот это классика просто, Смайл и Никс. Это да, нет, по поводу Энесса, вот кикнуть Санту, который отыгрывал лучше любых двух из этой команды. Это вообще ненормально. Так его кикнули или он сам ушел? Кикнули, кикнули. О мой бог. Видимо, во взглядах не сошлись. Ну, Энесса, там, рассказывал истории, что Санта не попал лассо, или там, что у него маны не было, что он не приходил на тренировки. И каждый, каждый раз в новом интервью у него была новая причина. И старый он уже не вспоминал. Ну что? То есть сам забрался, сам запутался. Поэтому мне это жутко не нравится. Ну, я думаю, мы все поняли твою точку зрения. Не, я в принципе не знаю, как все обстояло на самом деле, поэтому я, ну, так, более нейтрально, что ли, отношусь вообще ко всей этой ситуации. Хотя, если все так, как ты описал, то, понятное дело, я бы тоже был не в восторге, скажем так. В общем, Команда Эмплайр. Нет, да, даже, то, что он мошнит Санту, фигня. Он Рошана мошнит. Это уже нельзя прощать. Даже Рошана замошнил. Он уже в нашем сердце, который год. Его нельзя трогать. Ты, кстати, на кого поставил это матч? Ты же по-любому ставил. Нет, кстати. Да ладно. Серьезно. Как ты мог? Вот мы можем с тобой вот забиться там на Антону. Да нет, я так тебе должен. Так, ну и что там? Слушай. Там трипл-хард на трипл в легкой. Соло-мид на соло-мид. Причем, как по мне, то, я даже не знаю, кто тут мощнее. Мне кажется, что все-таки у Virtus.pro посильнее лайн должен быть. Если Virtus.pro будет именно драться нападать первыми, вот с забл-демиджем там как-то, то да. Но если они будут потерпать немного, их просто котел дважды задует и уже не подраться будет. Вот они, видят, 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 видят. Догадываются, что справа их поджитают, и Найс выходит, да, все, палится. Что у меня есть дабл-демидж, теперь очень аккуратно. 30 секунд будет играть Empire. Так, у нас вьетнамский друг отключился. Тот самый, которых вот двое? Да-да-да, они там у нас. Еще те друзья. Так, и что, скандал внизу против Кси, особо проблем не должен никаких иметь. В центре Квапа против Пака, опять же, тут все как получится. Опять же, кто лучше играет, тот и круче. Тут нет такого, чтобы какой-то герой был лучше или хуже. У Пака есть, у Квапы нету. У Пака есть ульта, у Квапы нету, которую можно как-то застопить. Ну, а у Квапы есть terrible, terrible damage. Ну, Пак может это увернуться. А Квапа, она не гонит. А, ну, можно ведь... То есть ты ставишь трим-коил. Ну, Пак может криво увернуться, может, Пак. Это вот уже от кривизных рук зависит, от самого Кси. Ну, вот, как бы в этом дай прикол. Бэтрайдер, своло! Принес себе просветочку, просто сразу и забирает. Нормально, нормально, слушай, хорошее начало для Empire. Да, смотри, как еще Empire фармят чужих хрипов. Вот, чужих хрипов, сейчас еще будет стан и будет пытаться убить, наверное, скандал. Ну, он жирный, слишком жирный блова, вот. Скандал, да, да. Ну, ты понял меня. Я тебя понял, да, смотри, там сейчас все-всех попрятали. И дэмэдж прошел. Да ладно? Да-да-да, очень не вовремя, он вышел из дизрапшена. То есть еще волна, типа, не успела дойти? Дошла, но вот кончиком его задело. Да, видимо так. Ну и что у нас там дальше? Дальше опять вот это трипла на триплу. Причем НС так достаточно сильно пробит уже. Нужно было ему чем-то подлечиться. Самую малость. Так, и... Я сейчас чат прочитал, и не могу нарадоваться. Очень, очень-очень хорошая реакция. Особенно на ставке. Смотри, там сейчас Вигас против Пака. Так очень отчаянно воюет. Ты посмотри, как они делают. Жестяк. Причем Крэзи-то на одну тычку больше развел. Крэзи красава. То есть, понимаешь, и один, и второй такие, у обоих фласки. Крэзи, он, я не знаю, то ли разводит, то ли еще что-то такое делает. В общем, пока не этот, не идет воевать. Идет Боттл, вот в чем вопрос. Боттл пролетает к скандалу. После них Дродо, да? Прикольно. Что-что-что ты имеешь в виду? Ну, то, что Дродо они где-то откопали. А, так это же Габлаковский Дродо, он им хвастается постоянно. А, ну он же сам был на Интернешнде. Да-да, это же его именно вот... Я-то думал, тут уже это Тредмастер 81 уровня. Да не-не, это его чисто заработан... Ой-ой-ой, Габлак встрял, Габлак, причем очень плотно встрял, но там Блава должен помочь. Смотри. Еще Заворозка мажет у нас Кси. А, это НС, НС, пардон. НС, НС, да. НС мажет. Кси там на... Кси на харде теперь, я понял так. Вот он как раз-таки стоит тут сейчас против Бэтрайдера. У Бэтрайдера есть еще один Даст, поэтому у Кси нужно быть... Так сейчас 6-й будет? Да-да, я думаю, даже на пятом убьет. Сейчас еще два стака, и можно обететь уже подвижку. Даже сейчас. Засал. Щиток надо попить, на самом деле, Бэтрайдеру. И тогда, думаю, можно было бы под Тауэр нырнуть ненадолго. И сразу был бы 6-й левел, он бы шел на базу, и можно сразу в Ганг. По крайней мере, именно я бы так сделал. Я не скандал, скандал не я. А Вигас тем временем, ну смотри, как пака накаляет. Вот, видишь, опа, не увернулся. Ну это пак, это опять же. Хотя, есть подозрение, что от скрима Вигаса нельзя увернуться. Смотри, Бэтрайдер залетел все-таки по Тауэр, вынужден был даже фласку только что потратить, но убил во второй раз. И взял 6-й, сейчас ему резко на базу. А он почти седьмой взял, слушай, там сейчас четвертый напалм будет, это же вообще грязь. Ну да, сколько там, 9% замедления за стак? Да, так там 9%, там дэмэджа нормально прирост, и всего там нормально прирост идет. Там реально сейчас 3-4 стака вешаешь, и типа уже вообще двигаться толком не может. Так, что там? Там сейчас на топе какая-то драка, там задувает бедных големов. Големы вообще не знают, за что им досталось такое. Да их морозят, их бьют, их копают. Смотри, Элидван. Надо прятаться, прятаться с себя, наверное. Ну вот сейчас, смотри, тычка и минус габлак все-таки. Че ж он не спрятал-то себя? Умер бы, но за это время успели бы убить Смайла. Ну, видимо, решил, что оно того не стоит. Без понятно, что они остались, они дождались, пока он выйдет из рапшина. Не, ну понятно, что время было на 2,5 секунды дольше. Смотри, еще одна просветка есть у Скандала, он вловит в ульту Кси и улетит за ним. Ну там, да, бочка сейчас будет, и привет Кси. 229, ну спида минус Кси, 3-0. Чтобы Трайдер здесь лайн выиграл просто в щи. И Вигас против Пака, опять же, вот, мне интересно. Ну, по крипстату Пак себя получше чувствует. Ну это же Вигас, у него один крип за двух идет. Да, денег у него реально... А будет, смотри, они даже закупы одинаковые, не считая одной ветки. Так, на то прилетает БХ, он понимает, что нечего ловить на бот в лане. И сейчас пытается подрезать. У него нет шестого, нету замедления. Да, да, ему сейчас... Скорее, ничего нету. Вот сейчас он подрежет габлака, наверное, да, раз. Ну, надо брать от себя, все, хорош. Я же заморозка, но это понятно. Связка, да, очень жесткая, опять же. Он выиграл время, и поэтому забрали НСа. То есть, время, ты вот все равно две с половиной секунды, в которой ты не взрабшене, ты их выигрываешь. Понятно, потому что враг тебя ждет, враг хочет тебя убить, и ему, соответственно... То есть, у твоих тиммейтов есть там время пойти кого-то под харасси, или побить... Да, 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 и скорее всего, они даже тебя просто бить не будут, а будут снять и чего-то ждать. Ну, как вариант. Сливы не давать. Если союзники грамотные, они отстрепятся с этой линии, и не попадут даже под ОЕ. То есть, по ту же заморозку, ТХД. Так, и беда нас задувают. Не попадает. Ну, вот... Зато Крипов зафармил только что, благо. Зафармил. А что, ему сейчас маны зальют, буквально через 15 секунд, и... Можем по новой топать. Пятый левел будет. Вообще хорошо. Так, скандал тут. Да, скандал уже пушит Тавер. У него есть, кстати, хоста. Скандал, он нормально пушит. Он при желании может сейчас... Ну, любого, кто к нему сюда придет, нормально... Смотри, закуп скандала и закуп Кси. 450 к... А что-то у Баунти Хантера вообще не пошло. Не пошло, это очень мягко сказано. На, Криспа прям. В лоб сурикеном. Срезал сухожилия. Причем скандал там уже почти 9-й левел, а Баунти Хантер вот только-только 6-й получил. Ему с него только-только 6-й. Да, сейчас сейчас скандал Тавер заберет. У него почти даггер. Седьмая минута, танквилы, боттал, две просветки и почти даггер. Ну, вот сейчас видим. Цепляют габлака здесь, я думаю, сейчас должен налить туда НС. Удачивается очень хорошо. Ну, в любом случае, я сейчас тут убью. Да, видим, хорошо задули. НС опять могут убить. Скорее всего. Сейчас еще задувка вот идет, еще, да, минус С, и смотри, как вот они за одного бедного габлака, сколько хп не теряют. Притает пак. Да, и понимаешь, сейчас, а хотя у Иллидана есть рейдж, поэтому можно сейчас есть плаву. Да, отлично. Отъезжает тот, и минус Сайлент. Вот тут паку пятерочка. Вовремя. Очень вовремя. Согласен, что они полезут дальше. Пак действительно тут очень вовремя среагировал, а Вигас... Нет, Вигас остался на лайне. Я думаю, Вигас-то знает вообще, в чем дело. Ну вот, а теперь вспоминаем баунти хантера Санты и баунти хантера Кси. Ну, как бы да. У Санты был точно больше, чем тапок. И 0.3. Ну, хотя нет, у него 1.3. Что-то вьетнамские друзья, у них, походу, не знаю, в консоли, что ли, команда, которая дисконнектор-коннект постоянно фиксирует. Maybe, maybe. Что они что-то вообще расклеились. Туда-сюда, туда-сюда из игры. Кабла включил мод 4 гигантлеток и потихонечку их собирает. А че нет? Жить захочешь? Да, да, да. 4 перчатки оденешь. Не, это суперстратегия, а че нет? У него 739 хп вот с этими 7 перчатками, летками. Знаешь, из каждого брейсера можно собрать барабаны, у тебя еще будет куча интеллекта, значит больше дэмэджа. Ты сказал больше дэмэджа, как будто там барабаны 50 урона добавляют. Барабаны? Со сплэшом. Барабаны, чтоб ты знал, дают. Там сколько? 9 ко всем это ревутам, это рик урона. И того ты получаешь 12 атаки с каждого барабанчика. А они ж такие дешевые. А вот, да-да, ты можешь 5-4 барабана, какой-нибудь там ПТшку и ТПшку. У тебя будет 48 атаки тупо с барабанов, собственные геройские, 80 ПТ и ТПшка. Это супер план. И будешь такое бежать и в бою ту-ту-ту-ту-тум в одни барабаны, ту-ту-ту-ту-ту-ту в другие барабаны. Можно ритм какой-то отбивать. Диджей Шадоу Демон. Да-да-да. Только сегодня, это в Москве. На разогреве у него Диджей Панда. Диджей Шадоу Демон. Диджей Луна. Так, скандал. Берет у него уже даггер, у него уже есть. И сейчас он там что-то выложит. Понимаешь, что скандал вообще фул запак. У него и сентрики, и даст. В Смаке летит на Т2, чтобы его не видели, если вдруг стоит вард на Т1. Сейчас он с даггером будет цеплять Найкса и будет его фаст вкусить. Вот уже готовится. Убьют ли Диджей ТП? Так, скандал, 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 скандал. Прыжок минус. Ну все, Найкс отъезжает здесь, скорее всего. Ставлю сотку, что его убьют. Хорошо, заморозил только что НС, но поздно, как обычно. Что-то НС, НС, знаешь так. Чтоб вот не навевать такие злачные мысли. Что-то с Дредом они не поделили, судя по всему. Я думаю, НС сейчас должен написать ГГ. Как ты считаешь? Тогда они вылетят. Не, в Virtus.pro никак не вылетают. Даже в Virtus.pro две победы? Ну, да. Видимо, да. Ну стоп, а у Русскиз тоже две. И сейчас Симба ревавирует, а у них тоже две. Ну, правильно. Ну, тогда получается, что... Если они на десятой минуте левнут... Ну, на десятой нет, на десятой нет. Я имею в виду, там, в минуте на шестнадцатой, на семнадцатой. Ну да, просто если на десятой не левнут, то Virtus.pro вылетит. Ну это да, это понятно. Опа. Так, сейчас в центре могут быть проблемы, но... Он же на коне. Смайл просто не подлез под Карапаси, он сбоку стоял и его не зацепило. Работает Чукевич, что не надо демидж получать. Можешь увернуться, увернись. То есть он в Карапаси включил и уворачивается. Да, мне нравится вард вот тот... Не знаю, чей это вард сейчас стоит, но вот он выглочит собственный спаун. А, на топе, который... Да-да-да, вот этот вот, вард. Вот этот, да. Просто атом. Здесь еще должен быть водород, водород, кислород. Ты там дорисовываешь что-то? Ковалентно-полярная связь. Ты там что-то сдаешь, что ли? Потому что я уже эти слова забыл. Я закончил сдавать химию на первом курсе. Зачем у нас препод так говорит. Либо давайте берет, либо семь задач. Я думаю, офигель, нет, давайте семь задач. То есть учить билеты, то для лохов. Да-да-да, пришел, короче, ну я задачи нормально решал. Нет, понимаешь, а мне... Заставил препод ходить к репетитору на химии. Типа... Типа, чтобы поучиться. Я пришел к репетитору, рассказал ему, короче, расклады. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Да-да-да, у нас тут сейчас драка. Репетитор подождет очень хорошо пах юзайд сайленс и не дает его убить. Ой, там котел! Как задул котел! Как здесь все позадували! Virtus.pros скорее всего сейчас рассыпется в этой драке. NS-минус... Может быть и не рассыпется, пока размен 2 в 2. Ну, сейчас будет. Сейчас бремастера, интересно, что там с ним произойдет. А самерепак очень вовремя завязал shift, и поэтому Вигас просто не успел задуть его с ульты. Да, что там, продолжается? Нет, ну Вигас тут рядышком вроде как. Такое... Не, у него будет блинг, поэтому Найкс его точно не убьет. Это понятное дело, причем еще того ролика... А вот Кси может встрять, если там сейчас нормально крикнуть. Крикнуть, топнуть. А вот Кси поэтому и не вылазит. 2 ТП. 2 телепорта, ну тут... Ублавый кэш с проблемой, но он пытается сделать тэп-аут, не удается. Как же он долго-то живет. Понимаешь, трек просто вот для неудачников. Так и не кинул, кстати, да. Не, ну у него маны не было почему, угадай. Потому что он кинул сюрикен. Так бывает. Ну, надо же было сбить ТП. Ну да, там же ТХД. Там же ТХД, там же Никс. Надо сбить ТП. Так вот, по поводу репетитора. И когда репетитор мне там что-то пару задачек задала, я все, понятное дело, порешал. Она... Ну, у нас просто с преподом по химии были не самые лучшие отношения. Мы хейтили друг друга. Да, так что... Репетитора меня, мягко говоря, отправила к преподу с нелестными словами в ее адрес. Типа красавчик такой, да? Жи есть. Жи есть, да, и все такое. Так и сказала. Жи есть. Смотри, в смоке. Смок, смок, да-да-да. От Эмпайр. Причем, понимаешь, они предварительно поставили сентрик, разбивали ворды, которые тут стоят, и завязали смок на этом месте. Так, здесь скандал, и огонь сейчас видно, огонь видно. Но Иллидана все равно цепляют. И Иллидан все равно умирает здесь. Ну, видимо, да, замедление уж очень сильное его сейчас подбивает. Хотя вот, смайл. Ой-ой-ой, такси! Хорошо, как смайлуха подошел. Давай дастся сразу, моментально. Ой-ой-ой-ой, какая заморозочка! Квапа еле живая. Квапа, кстати, вот Сайленс, Пак. Хорошо все делает. Минус Вигас, наверное, или нет? Нет! Крейзи! Смотри, что творит Вигас. Да Крейзи-то что там творит? Посмотри, сейчас за Габлаком еще поехали. Габлак тоже отъезжает. В это время кого тут пытались убивать? НС хотят убить. НС летит. Сия! Ага, скандал тут еще, кстати, буянит. Бочка в Крейзи. Уже третий стак на нем. И ни по кому не попадает вообще. Кошмар. Так, ну и отступает Виртус Про. Хотя, скандал! Да куда ж ты полез, скандал! Минус еще и по трекам. Очень хотят убить Пака. У них нет возможности это сделать, да. Но они очень хотят, но она срочно сейчас убьет. Должен убить, давай, давай. Не, одна! Ай, не успевает! Полсекунды там оставалось. Так, а теперь погоня. Да ладно, что там погонять? Там погонять нечего. У нее просто шашка торчит. Какие-то странные ракетные пары. То есть там, вот надо убить Пака. Да хрен с ним, убейте Никсу, убейте Кси. Нет, надо убить Пака, который уже уходит на базу. Пишут, Вигас так рачит, зачем его взяли? Друзья, Вигас не может рачить. Я смотрю на Никсу, они прикольно, лапки перебираются. Ну, смайл, нормальный Никс. Без всяких там шмоток. Ну да, да. Сантарный такой. Олдскульный Никс. Вообще, на самом деле, мне вот именно Аркана не нравится тем, что она меняет все анимации. То есть, если ты новичок, ты не знаешь всех героев, и надо переучиваться. То есть, вот ты знаешь, что Лина бьет вот такой волной. А вдруг какой-то есть герой, который бьет другой волной. И ты выходишь и теряешься? Да, 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 да. То есть, именно вот когда смена анимации, это уже хреново. Не, ну так, они стараются стилистику не менять, и у Лины там, что была огненная волна, то она и осталась огненной волной. Так-то да, но все равно что-то есть вот, ну, по-другому. Ой, да ладно, я думаю, те, которые нубы, они там вообще не отстреливают, что происходит. У нас замечается драка, но, 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 но. Скандал, не долетел! Скандал, минус, моментальный делают. Заморозка пошла, достают здесь еще и Сайлент, а Сайлент откидывает Бландит Лайт. Но тут Макропира в узком проходе, Макропира, конечно, страшная, но на ней практически никто не стоит. Вот только Вигас чуть наполучал, или дан лоу хп, или дан минус. Вообще непонятно, как это получилось, потому что Virtus.pro видели, что юзался смог, они их ждали, и поэтому такой срубили скандал. А вот почему дальше у них не задалось, непонятно. Тот же узкий проход, отличный Макропира, иди да убивай. Нет-нет-нет. Но Empire не так, не так просты. Смотри, 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 Смайлуха нашел, Габлака. Давай, хшш. Гол. Хорошо, попадает. Успейся, успейся, успейся. Нет. Трек для неудачников, сказал Кси. Может, он его вообще бы не качал, что толку-то. Второго левела, кстати. Нет, ну второго он только-только, наверное, остался сейчас, после этого фрага. Может, он не хотел, чтобы Shadow Demon себя спрятал, и типа, тиммейты успели на помощь. Так он все равно успевал. Тоже правда. Запальцы нет сейчас, под скандалом. Не запальцовался. БК-башки надо делать, на самом деле, команде Empire. Какому-нибудь Вигасу и Бетрайдеру. И все. Тут моментально останется один Никс, и до которого есть чем контрить. Смотри, поймали сейчас там Вигаса, да. Этого товарища нормально забирают ПП. Так, что там у Кси по деньгам? А у него же барабаны и 1200. Ну вот смотри, ПТ-барабаны уже более-менее как-то начал подъедаться за счет треков. Что там, по Нетворсу? По Нетворсу он уже, кстати, Брюмастера догнал. Так что все еще не так уж и плохо у Virtus.pro. Это не видит вар, но сломать не могут. Сэн там. Он негодует. И вот надо цеплять, да. Отлично цепляет Иллидана. Сейчас будет плюс дэмэдж. Да, заморозка хорошая ТНС. Иллидана, смотри, сидит. Все, не может вылезти на трюль. Да у него топорик, хорошо. Он будет очень долго идти. Но в любом случае, там неплохо драку провели Virtus.pro. Очень коцанные сейчас Empire. Габлака тоже гонит Кси. Вигаса не было. Просто не было Вигаса. Да, Вигас бы там, конечно, дал жару. Этого дэмэджа не хватило. Вот он прилетел как раз. С подстаками там пытается жить. Из-за этого на рейдж. И снова его увозит. Вот это невидимое такси, это такая имба. Ну, их есть еще один, смотри, нету. Можно сломать же варды. Нету. Нет, да, что не Икс, что БХ. Я бы купил гем. Вот давно уже. Какой-нибудь. Ну да, помимо того, что... Какой-нибудь панди, да, нормально было бы. Ну, земляная панди всякие. Так, земляная, да. То есть, если там кто не в курсе, то земляная панда перенимает все свойства обычного бремастера. То есть, что бы там ни собирали, всякие Владмирсы, Радианцы, там прочую фигню, они типа будут все в земляной панде. Так же, как и гем. То есть, когда вы раскладываетесь, земляная панда ее вообще тяжело убить, она не поддается заклинаниям. Так что вы, по сути, в драке будете очень много успевать сделать. Очень много подсветить. Спрашивают, у кого макропира в иском проходе. Вызывайте пожарных. Теперь можно заменить это макропирой в иском проходе, точно. Так, ну блин, я уже записываю в блокнотик, как где-то рядом с пендрайвом будет. Так, пак забирает невидимость, и прямо на центрях поломали варды, а дальше не хотят, потому что их сейчас убьют. Надо сваливать. Бежать отсюда. Нет, габлак остался. Ну ладно. Да нет, ну тут все такое. Я бы, я бы въехала. Макропира и высокий проход. И да. Кстати, у главы появляется дайгер. Можно сейчас вообще нормально инициировать драки. Там да, там вот этих два дайгерных героя сейчас могут нормально шорох наводить. Причем шорох наводить там в первую очередь для всяких суппортов, и они их реально будут вырезать моментально. А, кстати, по пуду гему, вот он у бэтрайдера и появился. У бэтрайдера, вот он первый вырывается и огребает. Я бы в панду вложил. Инвестировал бы в панду гем. Ну, да, да, да. Все-таки это может сыграть вот этот долгосрочный вклад. Вообще, свое дело, это всегда приятно. Так, очень хитрый план DNS, типа, сваливаем вот туда. Это вообще какой-то супер хитрый план. Может, это он, а, это КСИ написал, нарисовал, говорит, пацаны, давайте вот так ко мне подтягивайтесь. Угу, типа, я фармлю, парни. Да, 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 зацените, как у меня получается. Тут фрифарм, парни, давайте, давайте. Крипов все хватит на всех. Пак-то в инвизе, но там есть гем, и пак еще заезжает на 200 дэмэджа, волна. Бедный пак. Бедный пак. О, или да, потратился, потратился. А куда он полез, кстати? Смотри, габлака очень быстро убивают. Поймали никса, скандал, мне кажется, не того схватил. Квапа, отличный задув! Как все горит! О, мой бог! И казалось бы, да, вот, то, что Virtus.pro тупо напали, тупо убили, но при этом они все почти на лохопы бегают, да. Вот это называется макропира в узком проходе. Что? Да лол! Empire пишут, гг! Плакали мои шмоточки. Плакали твои шмоточки. Друзья, на лан-финалы, на лан-финалы, скорее всего, проходит... Ну, Virtus.pro теперь уже точно. И, если RockSkiss победят у... У E8 плюс 4? Да, E8 плюс 4, то, соответственно, RockSkiss тоже поедут в Польшу. Грязь, друзья, просто грязь. Херня какая-то. Причем, и вот теперь спрашивается, да, кто был еще на большей минус-морали, то есть... Все куплено? Да, это реально жесть. Все куплено? Я, правда, не знаю, что ты имеешь в виду, потому что тут вообще ничего не понятно. Даже если и куплено, то ничего не понятно. Да, ну, вот у них до сих пор есть шансы офигенные выиграть. А они говорят, да, ну, не, пойдем спать, пойдем. Илевает. Да, странно, странно. Мне заимно еще одну команду пишет. Да! Его убили, он сворачивается, там все в приват и пишет, типа, ну, парни, парни, давайте там. Там люди еще в чате пишут, тащите Empire, они еще наивные, понимаешь? Еще ничего не понимаю, да? Еще ничего не понимают. Не понимают, что их четыре рарки сгорели синим пламенем. Так. Зато теперь вот можно Инесса ставить, то есть он вернул свое доверие. Я вот хотел посмотреть, Эосин.